МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль цветов «Краски осени» открылся в Московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в субботу. Москвичи и гости столицы смогут увидеть свыше 50 самых эффектных, новых, модных и редких сортов хризантем, всевозможных оттенков, размеров и форм. Кроме цветов представлены тыквы. А графина Федотовна или просто груня – именно так зовут самую большую тыкву осеннего фестиваля. Родом она из подмосковных луховиц. Ее вес почти 400 килограммов. Причем выращена груня без химикатов. Сделать колоритное фото на выставке можно не только с тыквами. Настроение создают яркие хризантемы. Среди них есть и очень редкие сорта. На открытие фестиваля бесплатно прошли детские мастер-классы чемпиона России по флористике Андрея Филоненко – венок из хризантем. Под руководством одного из самых известных флористов страны ребята своими руками создавали произведения флористического искусства. Помимо хризантем гостям предложили полюбоваться и другими цветами. Под открытым небом в саду все краски осени. Цветут георгины, астры, подсолнухи, верески, гортензии. Сотни видов деревьев и кустарников приобретут самую разнообразную осеннюю окраску перед тем, как осыпать листья. По очереди запылают разноцветные дальневосточные клены, бордовые шиповники, рододендроны, краснобурые дубы и девичий виноград в переливах от оранжевого до фиолетового. А еще здесь демонстрируют и дают пробовать овощи и фрукты нового урожая. Кроме того, можно будет получить консультации опытных садоводов, купить саженцы и семена. Экспозиция будет постоянно обновляться. Точную дату закрытия фестиваля организаторы пока не называют. Многим в детстве старшие родственники готовили лакомства. Это отпечаталось в памяти, как самый настоящий вкус детства. Хлеб, поджаренный на сковороде и натертый чесноком и солью. Мягкая краюшка белого батона, намазанная сливочным маслом и вареньем. Но многие особенно горячо любят сахар, из которого получались леденцы прямо в ложке. Это служило альтернативой золотым петушкам на палочке. Вершиной счастья считалось, если дома есть формочки этих самых петушков. Тогда ты мог получить заветную сладость в любое время. Оказалось, в некоторых уголках мира есть что-то вроде наших любимых леденцов. Особенно отличились японцы. Слышали ли вы когда-нибудь об искусстве изготовления фигурных леденцов, называемом амэдзиаку? Уверены, что нет. Это мастерство заключается в профессиональном приготовлении леденцов в форме животных. А свои истоки оно берёт в далёком восьмом веке. Зародилось ремесло в Японии в период хэйян, что в переводе означает «спокойствие мир». Сейчас в стране восходящего солнца есть магазины, которые продают такие леденцы произведений искусства. Но мастеров, которые в полной мере владеют амэдзиаку, практически не осталось. Для процесса приготовления требуются ножницы, пинцет, сахарный сироп, крахмал и пищевые красители. Работа эта кропотливая и напоминает отдалённо алгоритм обработки стекла. База для сладостей должна быть подготовлена заранее. Ей придают форму шарика, из которого в дальнейшем формируют сладкую скульптуру. Перед тем, как приступить к работе, шарик нагревают, а затем мастер должен терпеть этот жар, что достаточно болезненно для рук. Раскалённая заготовка насаживается на палочку, и художник начинает творить. Процесс заканчивается тогда, когда карамель остывает окончательно. Истинные мастера Амадзиаку, что называется, на весь золото. Их очень ценят как на родине в Японии, так и за рубежом. Ножи – привычный для всех нас кухонный атрибут. Однако и к этой бытовой вещи можно подойти с фантазией. Антонио Фагорицу – один из самых известных в мире дизайнеров ножей премиум-класса. Вот уже 20 лет создаёт уникальные авторские клинки. Антонио родился в итальянском городе Патадо на острове Сардиния. Тонкостями семейного ремесла, созданию ножей, которые точно можно причислить к произведениям искусства, его научил отец. Причём профессия нейфмейкеров для членов этой семьи потомственная. В 2016 году их кузнечное производство отметило 200-летний юбилей. Предки Антонио имели непосредственное отношение к становлению ремесла в Сардинии, ещё в эпоху неаполитанских войн и объединения Италии. С детства мужчина трудился в отцовской мастерской, постигая методы обработки металлов и особенности традиционного стиля. Однако вскоре талант юноши поднял семейный бизнес на новый уровень. Маленькая фирма стала выпускать коллекционные складные ножи по индивидуальным заказам. Произведения Антонио становились всё более сложными и изысканными, что требовало ювелирной работы. Сегодня мастер делает не более восьми авторских клинков в год. А минимальная стоимость одного заказа начинается от 10 тысяч евро. Каждое лето в жаркую погоду вода в озере Бурлинское в Алтайском крае окрашивается в розовый цвет. Чем жарче, тем вода розовее и ярче. Озеро Бурлинское солёное. Концентрация соли здесь чуть ниже, чем в Мёртвом море, поэтому утонуть почти невозможно. Максимальная глубина составляет около 2,5 метров. С XVIII века на озере добывают соль. По дну водоёма проходят рельсы, по которым курсирует комбайн. Белое золото собирают в вагонетки и транспортируют на производство. Однако озеро розовое не из-за соли. В водоём окрашивают рачки Артемия-Солина, обитающие в водах, солёность которых варьируется от 10 до 300 граммов на литр. В сухую и жаркую погоду рачки выделяют розовый пигмент. Озеро стало местом притяжения туристов. Приезжают сюда не только за фотографиями, но и в лечебных целях. Дно водоёма усыпано соляными кристаллами, поэтому путешественникам стоит захватить с собой защитную обувь. Розовых озёр в мире очень мало, и каждая из них уникальна по-своему. В Крыму, кстати, сразу два розовых озера. Это Каяшская, Подкерчью и Сосык-Сиваш недалеко от Евпатории. Наиболее яркими они становятся в конце лета. Концентрация соли в этих озёрах приближается к 350 граммам на литр воды. А это почти в 20 раз превышает показатели солёности Чёрного моря. А на сегодня это всё. Смотрите подборку добрых и милых сюжетов по будням, сразу после вечернего выпуска Севинформбюро и в течение всего дня. Всего доброго, будьте здоровы и побольше улыбайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok